...и признания достались лишь единицам. Вот лет мне 24, а задняя Дягилева Яна Станиславовна. Песня особой резоны, попробуй успеть. На то особый отдел, на то особый режим, на то особый резон. Янка Дягилева считала себя неудачницей. Она преувеличивала. По крайней мере, с родителями ей точно повезло. Ее мама оказалась очень прогрессивным человеком. Она решила воспитывать Яну по системе американского врача Бенджамина Спока. Общалась с дочерью на равных. Читала ей серьезные книжки. Однако найти общий язык с другими детьми девочке не удалось. Она замкнулась в себе. Узнав об этом, Дягилевы пришли в отчаяние. Отдали дочь в конькобежный спорт. На плавание. Но перекраивать внутренний мир Янке было уже поздно. Ведь она же очень много времени провела в одиночестве. Ну, как это... ...сама с собой. Это же кто у нас, по-моему, Ницше или Рильке сказал, оживя в одиночестве, по неволе возвышаешься над толпой. Янка очень рано начала писать стихи. Потом выучилась играть на гитаре. Все это делалось в тайне от школьных товарищей. Янка чувствовала себя чужой в классе. Она была из бедной семьи. Жила в деревянной избе без удобств. Вместо туфель носила резиновые сапоги, а училась в самой престижной в городе гимназии. Из-за постоянных насмешек одноклассников Янка впала в депрессию. Подростковые комплексы окончательно выбили у нее бочву из-под ног. Естественно, это все накладывает отпечаток. Ну, так бы по-другому. Может быть, жила бы себе спокойно и семью бы завела. А ей этого было мало. После школы Янка долго не могла определиться, что же ей делать дальше. Поддавшись на уговоры мамы с папой, она поступила в Институт инженеров водного транспорта. Но ей было скучно на лекциях. Я в институте тогда еще училась. Показала прямо на лекции. Янка всегда сидела в аудитории в последнем ряду. В компании таких же нерадивых студентов. Кто-то попросил дать почитать стихи. Возникла идея переложить тексты на музыку и петь их со сцены. Так Янка стала солисткой университетского ансамбля. Она по-прежнему каждое утро собиралась в институт, но шла не на лекции, как думали родители, а на репетиции. Этот маскарад продолжался почти год. А потом стало некого обманывать. Яна бросила учебу, скиталась по чужим квартирам. Домой, где все напоминало о матери, она вернуться не могла. Ее стали приглашать выступать в местных клубах. Вот только денег за концерты не платили. Янка жила впроголодь, но ничего не хотела менять. Она устала притворяться. Однажды после концерта Яна заметила в гримерке молодого человека в нелепых очках. Через неделю она переехала к нему в Омск. Кто мог подумать, что год спустя у скромного мальчика появятся деньги, поклонники, слава. Егора Летова, лидера рок-группы «Гражданская оборона», теперь знала все страны. Янка и Летов стоили друг друга. Вместе путешествовали автостопом, жили в подвалах, на чердаках, в заброшенных железнодорожных вагонах. Пили на дорогах, зарабатывая себе на хлеб. На одном из таких перекрестков с Янкой приключилась беда. Проезжавший мимо грузовик зацепил ее прицепом. Летов побежал за помощью. И не возвращался несколько часов. Найти попутку, которая бы доставила Янку в больницу, ему удалось только поздно вечером. Никто не останавливается. Это пустынное место, где даже поселка нет. Провалялась она в Кевете, наверное, чуть ли не день. Была тяжелейшая травма черепная. Врачи вытащили ее практически с того света. Яна с Летовым были вынуждены вернуться домой. Но под одной крышей двум творческим людям оказалось тесно. У Летова была популярность, поклонники, а у Янки талант. Этого он ей простить не мог. При каждом удобном случае критиковал ее песни. Поначалу она соглашалась с его замечаниями. И в чем-то даже пыталась ему подражать. Но очень скоро терпение лопнуло. Они расстались. Янку тоже не все устраивало в своем избраннике. Она его очень любила. Она очень сильно его ревновала бесконечным там девушкам. У нее жизнь такая тусовочная постоянно. Залечивать душевные раны Янка поехала к отцу в родной Новосибирск. Но ставни на окнах оказались заколочены. У Станислава Ивановича теперь была другая семья. Со своей женой Аллой Викторовной и ее сыном он переехал в новую квартиру. Янка жила в ветхой избе в полном одиночестве. Концерты с ее участием стали редкостью. Летов отказывался выступать с ней на одной сцене. К Янке вернулись детские страхи и чувство невостребованности. Она снова ушла в себя. Круг замкнулся. Она внешне как будто бы была, как я говорю, твердокожей. А на самом деле, на самом деле, как все талантливые люди, они же ранимые. Станислав Иванович пытался вывести дочь из состояния депрессии. Познакомил с женой и пасынком Сергеем. Однако в его новой семье Янка чувствовала себя лишней. И вскоре действительно стало не до нее. Внезапно умер ее сводный брат Сергей. Его похоронили.